Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы говорим с вами о празднике Пурим. Прежде хотелось рассказать знаменитую шутку, как охарактеризовать все еврейские праздники. Можно так, нас пытались уничтожить, у них ничего не получилось, поэтому давайте пить, есть и закусывать. И в принципе, это символ любого еврейского праздника практически, но тем не менее, праздник Пурим в корне отличается от всех праздников, которые у нас были по спасению еврейского народа. Так пишется, что из поколения поколения нас пытаются уничтожить. И слава Богу, Всевышний нас спасает. Но одно из благ, которые сделал нам Всевышний, как и наказание, как и благо, то, что он рассел нас среди народов. И поэтому, если начинается какая-то ненависть к еврейскому народу в одном месте, еврейский народ может сохраниться благодаря тому, что он находится также в другом месте. Но праздник Пурим, то есть событие Пурим, это было тогда, когда Ахашвирошу принадлежало все 127 государств от Индии до Эфиопии. И, как говорил, не дай бог, и Махшмог Гитлер, что окончание еврейского вопроса могло, в принципе, произойти в течение нескольких дней, потому что Ахашвирош правил во всем мире практически. И поэтому это особое спасение, спасение всего еврейского народа от опасности уничтожения еврейского народа практически в один день. Итак, мы вспомним, что пришествовало этим событием, это пришествовало огромнейший пир, который устроил царь Ахашвирошу в 80 дней. Потом в конце этого пира он устроил 7-дневный пир, и на этом 7-дневном пире были особые гости, и также он пригласил еврейский народ. Вот. Мардыхай, глава еврейского народа на тот момент, не хотел, чтобы еврейский народ шел на этот пир, тем более там он также проходил в Шаббат. Также были другие проблемы, скорее всего, что там бы заставили пить некошерное вино, есть некошерные продукты. И вообще этот пир не был угоден Мардыхая, он просил еврейский народ не ходить, но другие люди все равно, большая часть еврейского народа, часть еврейского народа пошла на этот пир. Вот. И хотелось сказать, что Тора говорит, что Талмуд объясняет, что особое отношение и особая возможность у Амана уничтожить еврейский народ пришло как наказание за то, что евреи получали удовольствие на этом пиру. То есть, практически для нашего понимания, мы думаем, что они пошли на этот пир. Вот. Но льбайческие рэбы подчеркивают, что они получали удовольствие от этого пира, и сейчас мы с вами это подробно объясним. Итак, как говорится, Ахашвирош устраивает пир, чтобы показать свое величие. Это царь, который очень благоприятно относился к евреям. А из чего мы это видим? Что мы видим его отношения, когда он пригласил особыми гостями еврейский народ. Еврейский народ пришел на этот праздник, да, и там он увидел, что Ахашвирош достал храмовые сосуды. Любой нормальный человек, еврей, который видит разрушение храма, он должен порвать на себе одежды. Вот. Но Ахашвирош это предвидел, он сразу сказал, я понимаю ваши чувства, но я все-таки царь, поэтому вот вам отдельный стол, на котором вы можете сидеть. Вот вам стол, и вот, пожалуйста, не переживайте, я вас люблю, вы такие же мои подданные, как и все другие. То есть, Ахашвирош показывал к евреям особое предрасположение. И тут у нас должен возникнуть особый вопрос. Да, во-первых, известно, что на этом пиру выполнялись желания каждого. То есть, еврей мог прийти и сказать, я могу кушать только кошерную пищу. И как говорит Медраж, у них были действительно кошерные столы. Так вопрос, за что евреи были наказаны тем, что появился Аман, в чем их вина? Мы знаем, что когда царь приглашает кого-то, из-за волжения царя нужно идти. И есть наглядные примеры, и примеры наших раввинов, раввинов нашего поколения, и не только раввинов нашего поколения. Когда по приглашению президента личному мы приходим даже в шаббат, не нарушая, понятно, шаббат. То есть, мы идем пешком, или еще так далее, и так далее. И мы видели примеры, я не буду их касаться здесь в нашем уроке. Но мы прекрасно знаем, что уважение к царю очень важная вещь. Тем более президенту, а тем более к царю. Если царь приказывает, человек обязан выполнить то, что царь приказывает. Если царь зовет нас на пир, то по мнению тех евреев, которые пришли на пир, они оказывали должное уважение к царю. И если бы царь сказал, как там было пишется на пиру, выносили большие чаши с вином, и человек должен был выпить это вино за здоровье царя. И тот, кто не пил это вино, он мог быть наказан, потому что это неуважение к царю. И если царь говорит тебе, выпей вино, и даже оно не кошерное, и ты понимаешь, что если ты не выпьешь это неуважение к царю, и за это тебя убьют. То для сохранения своей жизни, скорее всего, что, по многим мнениям, можно выпить это вино. Потому что ты тем самым сохраняешь свою жизнь. Он тебя не хочет заставить пить не кошерное вино. Он хочет, чтобы ты выпил за его здоровье, как это делает каждый. И поэтому уважение к царю подобно, если ты это не сделаешь, тебя убьют. Поэтому, по мнению некоторых авторитетов, большинства авторитетов, Слушайте, можно выпить такое вино из-за необходимости уважения к царю, из-за необходимости сохранения своей жизни. И поэтому, очень странно, что Талмуд говорит, что наказание еврейскому народу пришло, потому что они наслаждались на этой трапезе. И в этих словах последних, что они наслаждались на этой трапезе, приходит ответ, который любаяческий рэба подчеркивает. Ответ говорит о том, что они получили наказание не за то, что они пришли, не за то, что они ели, а за то, что они получали удовольствие на этой трапезе этого грешника. Известная история, которая была во времена кантонистов. Если вы знаете, кто такие кантонисты, их призывали в маленьком возрасте в армию на 25 лет, и у них не было возможности кушать кошельную пищу и так далее. И как-то они пришли к рэбе и спросили, что нам делать. Нам дают суп, и, скорее всего, он приготовлен из свинины, и мы не можем его кушать. Если мы не будем кушать, мы погибнем и так далее. И что сказал им тогда рэба? Он сказал, вы для сохранения жизни обязаны кушать, но не облизывайте кости. То есть, не обглатывайте кости. То есть, что значит, не проявляйте особого рвения. То есть, это символично для нас, в нашей недельной главе, когда говорится, что если царь приглашает, да, они пришли. Но для них было важно не столько приход, сколько была уверенность в том, что именно благоприятное отношение царя является залогом их небезопасности. То есть, наконец-то для евреев как бы настало благоденственное время, когда евреи могут почувствовать себя свободными людьми. Наконец-то нет антисемитов, наконец-то есть царь, который их уважает, их любит, дает им права. То есть, евреи почувствовали себя шикарно. И в таком государстве, при таком царе нужно дать ему благодарность. И евреи чувствовали себя в безопасности, потому что знали, с таким царем мы не пропадем. Ну, как вы прекрасно уже заметили, что в нашей жизни еврейский народ не подчиняется ходу логических вещей. Нет логики в том, что происходит с еврейским народом. В самое благоприятное время для еврейского народа мы можем оказаться, не дай бог, в самой неблагоприятной обстановке. Именно тогда, когда для царя было неважно, кто такие евреи, на первый взгляд, что мы видим, что впоследствии его жена будет еврейкой, он это не проверял, и у него царский министр будет еврей, и другие события, которые это будут показывать, это отношение к царю, как к евреям, нормальное. Но именно в такой момент царь поднимает кого? Амана. И что царь позволяет Аману? Позволяет Аману, разрешает, дает разрешение, свое личное разрешение поступать, как он хочет, с еврейским народом. То есть уничтожить еврейский народ. То есть нет никакой логики. Сегодня мы находимся на высоте, на пике, завтра это может поменяться. Как и наоборот. И здесь понятно, что мы, еврейский народ, являемся, нашим руководителем является только Всевышний. И только полная вера в Него в состоянии нас спасти или наоборот. Если мы верим, что Он наш хозяин, если мы полагаемся на Него, тогда есть спасение. Если, не дай Бог, нет, то может повернуться все в обратный момент. В тот момент, когда мы начинаем верить в какого-то человека, тогда это неестественно. Так пишется, еврей сеет и верит. Если человек сеет, понятно, что должны быть восходы, но еврей должен сеять и верить. И тут вспоминается очень знаменитая такая шутка, которую я люблю рассказывать, что когда у одного еврея, не дай Бог, не шли дела, и он пришел к Равину и говорит, Рэба, что делать, у меня не идут дела. Рэба ему говорит, повесь табличку, так будет не всегда. Он повесил табличку, так будет не всегда. И действительно, реально начались изменения в лучшую сторону. Он понимает, что от этой таблички зависит, и что изменения. И вдруг уже дела пошли хорошо, он приходит к Равину и говорит, Рэба, ну что, можно снимать эту табличку, потому что дела пошли уже хорошо. Рэба говорит, табличку никогда нельзя снимать. То есть еврей должен всегда быть на чеку. Что значит всегда быть на чеку? Всегда понимать, что так может быть не всегда. Что так происходит не потому, что есть у меня специальность, не потому, что у меня есть шикарная работа, не потому, что у меня есть близкие друзья, не потому, что у меня есть крыша, не потому, что я близок сегодня к правительству, А именно потому, что надо мной есть Всевышний, от которого зависит все. Именно поэтому мы видим, что происходит дальше. Еврейский народ, Всевышний сравнивается с овцой в окружении 70 волков. То есть, 70 волков это производная, то есть, это примерно народы, которые хотят уничтожить. И почему у них это не получается? Потому что есть пастух, который не позволяет им это сделать. И когда еврейский народ на секундочку вдруг забывает о том, что есть пастух, и когда овце кажется, что она может договориться с волками, что она может найти общий язык, что она становится таким шикарным дипломатом, и она находит общий язык и начинает говорить о мире, о любви, согласии, обзыве. О том, что у нас единый Бог, единая судьба, мы все такие хорошие, и все остальное. Им кажется, что народы наконец-то поняли, наконец-то осознали, что теперь есть какой-то унисон, который есть, то Всевышний тогда делает одну вещь. Ему не надо наказывать еврейский народ. Ему достаточно просто перестать быть пастухом. И в этот момент волк проявляет свою волчью бытность, свою волчью жизнь и свою волчью атмосферу. Есть знаменитая история, когда скорпион сел на шею животному и говорит, перевези меня через реку. Он говорит, ну я знаю, ты же скорпион, ты меня ужалишь, потому что это твоя природа, ты ужалишь меня. Он говорит, нет, я что, идиот, ты же меня перенесешь и все, и я тебе должен быть благодарен. Он садит его на шею и везет. И вдруг он в конечном итоге, когда уже подплывает, он чувствует, что у него яд поступает по его шее. И он говорит, что ты сделал. Он говорит, я ничего с собой не могу поделать. Такая моя природа. То есть так и пишется, что еврейский народ, он в окружении ненавистников, 70 волков. Это было всегда. Я хотел почувствовать, кроме нашего времени, время прихода Машеха, когда мы видим, что действительно мир действительно меняется, он готов к приходу Машеха. И мы видим, как меняются народы тоже. Мы говорим о том, что никогда такого не было, чтобы еврей, где бы он ни находился, мог спокойно соблюдать Тору и Заповеди. Это говорит о времени, приближающей к времени эре Машеха. Мы говорим о том, что во всех поколениях мы были как овца в окружении 70 волков, которые хотели нас растерзать. И в любом момент мы это всегда прекрасно понимаем. Мы видим даже, что в ООН большинство санкций идут против Израиля, а не против других государств, которые нарушают все видимые и невидимые законы по отношению к всем другим. И вот это отношение, которое пытается человек, ему кажется, что он действительно не Всевышний руководит, а что не пастух, а что он может договориться, напоминает арабо-израильский конфликт, когда вдруг наши политики решили, что можно договориться с волками. Они решили пойти к палестинцам и сказать, мы хотим с вами мира. Действительно, овца захотела мира, но она забыла, с кем она хотела мира. Она хотела мира с волками, которые просто остались волками. И когда они подписали договор, и когда они поотдавали кучу еврейской земли, они увидели, что результат был только теракты, убийства, и ничего хорошего с этого не получилось, потому что волк остался волком. И здесь очень важный момент, что льваеческие грабы говорят, что только разговоры об отдаче еврейской земли приносят теракты и дают силу арабам совершать теракты, которые совершают с нами. И слава богу, что мы видим, со сколькими арабскими государствами сейчас заключен мир, и дай бог, что это будет и дальше. Но мир должен заключаться со стороны Творца, а не со стороны логики. Иногда овцам кажется, что они могут заигрывать с волками и сидеть с ними за общим столом и быть с ними на равных. В результате мы видим, чем это заканчивается. И поэтому мы должны вспомнить, что есть пастух. И для того, чтобы наказать еврейский народ в такой обстановке, практически не требуется принести какое-то наказание. Можно только перестать пасти стадо, перестать заботиться о еврейском народе, и тут же волки хотят его разорвать. И мы это видим, как Ахашвирош приводит наши мудрецы, что он и сам бы хотел уничтожить еврейский народ, но ему было завещано от его отца, чтобы не связываться с еврейским народом, потому что еврейский народ святой. И все, кто его пытался уничтожить, в результате сами были уничтожены. И поэтому Ахашвирош это не хочет делать своими руками, и он не знает, что делать с евреями. И тут попадается ему под руку Аман, который готов уничтожить еврейский народ, еще за это заплатить. И это напоминает Алмуде историю, когда у одного человека есть яма, а у другого куча мусора и куча земли. Один не знает, куда увезти эту землю, а другой не знает, где достать эту землю. И они говорят, давай объединимся, у тебя есть яма, у меня земля, засыпем яму и землю, и все будет хорошо. Это подобно, когда Аман подошел к Ахашвирошу и говорит, есть один народ, он еврейский народ, понимая, что он один народ, разбросанный среди всех народов, законы царя не соблюдает, давай уничтожим этот народ. И царь говорит, вот тебе кольцо, делай, что ты хочешь. То есть царь не хочет брать на себя ответственность, но он дает возможность ярому врагу антисемиту принимать решение. Именно поэтому Всевышний его будет, как пишется на Даджнатомеллах, то есть он его заставляет принять ответственность, и в результате к нему приходит Эстер, и мы видим, как это происходит, и как это происходит далее. То есть в тот момент, когда еврейский народ думает, что он сам в состоянии вершить свою судьбу, Всевышний просто от него отдаляется и позволяет совершиться тем страшным вещам, которые могут совершиться. И это противоречит той фразе, когда я его народ, я его судьба, но в тот момент, когда еврейский народ поворачивается спиной, то и Всевышний как бы отворачивается, и тогда происходят страшные вещи. И тут мы видим, что как произошло исправление этого греха. На самом деле нужно отметить, что еврейский народ находился на очень интересной ступени. Пишется, что те события, которые произошли с еврейским народом, повлияли на то, что еврейский народ по-настоящему принял Тору. Так пишется, что значит по-настоящему принял Тору. С того момента, когда Аман захотел уничтожить весь еврейский народ, ни один из евреев не побежал к Аману и сказал, что это Мардыха, и мы с ним ничего общего не имеем. Мы на самом деле такие же коммунисты, мы такие же советские люди, опять советские люди, да, это шутка. Мы такие же персы, как и вы, мы ничем не отличаемся, мы вообще не связаны с евреями, со всеми делами. Нет, они объединились и поняли, что откуда пришло это уничтожение, откуда пришла эта опасность, и начали молиться Всевышнему, объединились как один народ. Было много молитв и движений. И тут мы видим действия, которые сделала царица Эстер, насколько они важны, насколько они именно исправляют ту ошибку, которую сделали евреи, которые пришли на пир. Все действия, которые делает Эстер, они пропитаны абсолютной верой Всевышнего, при этом абсолютными правильными действиями, которые она делает. Вообще пишется, что во всей книге Эстер, Магилат Эстер, она названа Эстер от слова Эстер, от слова Сокрытие. То есть в этой книге не упоминаются имена Всевышнего. И одна из причин, по которой мы одеваем маски, это тоже говорит маскарад, это то, что Всевышний одел маску. То есть он оделся в маску природы, то есть спасение как бы пришло через царя, через царицу Эстер. Но тем не менее мы видим действия, которые делает Эстер, которые противоречат основной логике и пониманию того, чтобы делал другой человек. То есть что делает Эстер? Эстер по Мардыхай обращается. Мардыхай, что делает сначала Мардыхай? Мардыхай одевает рубище и посыпает голову пеплом. И он понимает, что еврейский народ смотрит на него, и он должен надеяться, что он как министр придет и будет просить за еврейский народ. Но нет, мы видим, что Мардыхай посвящает себя молитве. И тут передают Эстер, что Эстер должна прийти к царю, войти к нему и попросить прощения для всего еврейского народа. Не прощения, а попросить избавление для всего еврейского народа. Попросить у царя. И Эстер ему отвечает, что это нелогично, что скорее всего, что я умру, потому что невозможно поступиться к царю, потому что без того, что царь позовет меня, казнят и все остальное. И тем не менее Эстер принимает это предложение и говорит, что она будет поститься три дня и что весь народ должен поститься три дня и после этого приходит к царю. Понятно, что пост не скрашивает красоту человека, а наоборот он его расслабляет, по-другому выглядит. Тем не менее Эстер понимает, что не красотой своей и не этим она может спасти, а только вера во Всевышнего. Теперь еще одно действие, которое один из комментариев, который мне очень нравится во всем этом, как Эстер ведет себя. Она приглашает, после того, как она спасена и царь дает эскипетр, она приглашает на пир никого иного, а как Амана и Ахашвироша. Извините, есть много комментариев, почему именно Амана, потому что она хотела уступить его бдительность, она не хотела, чтобы он ничего заподозрил и все остальное, но тем не менее есть еще одна причина. Когда евреи смотрели на царицу Эстер, надеясь, что Эстер спасет еврейский народ и она в этот момент сетится злейшим врагом евреев Аманом, они должны подумать, что Эстер пытается сохранить свою жизнь путем приближения к нашему врагу Аману, путем приближения к Ахашвирошу и поэтому евреев должна пропасть надежда на человека. А когда пропадает надежда на человека, появляется настоящая надежда на кого? На Всевышнего. Еще на кого остается нам надеяться, кроме как на Всевышнего? И это то, что Эстер хотела, чтобы еврейский народ полностью обратил свой взгляд к кому? Ко Всевышнему. Чтобы еврейский народ полностью переключился на единственного спасителя еврейского народа, на Всевышнего. И спасение не заставляет себя долго ждать. Мы видим, как развивается событие и действительно Эстер спасает еврейский народ, Всевышний спасает еврейский народ через Эстер, через Мардыхая. Ахашвирош отдает, как мы видим, перстень и этот день переворачивается в самый радостный день еврейского народа. И здесь вспоминается очень интересная история, когда мы говорим, на кого еще надеяться. Один еврей подошел к Рэбе и спросил, что делать Рэбе, я болею какой-то болезнью, и я не знаю, какой врач мне в состоянии оказать помощь. Рэбе ему говорит, нужно поехать в какую-то деревню, и в этой деревне находится там гениальный профессор, и он сможет вылечить тебя. И этот хасид едет в какую-то деревню, там тогда еще ехали на телегах, три дня пути, там приходит в эту деревню, видит деревня абсолютно дикая, абсолютно ничего нету, бедная деревня. Там евреи, он спрашивает, где здесь больница, говорит, нету больницы, где здесь профессор, нету профессора, где здесь это, нету, а где здесь аптека, и аптеки тоже нету. Говорит, а что вы делаете, когда болеют? Мы идем в синагогу, да, и молимся Всевышним, молимся Всевышним, чтобы он нас спас, это единственное, что мы можем делать. Этот еврей возвращается к Рэбе, говорит, вы, наверное, меня не туда послали, он говорит, а что там? И он рассказывает всю эту историю, говорит, и что евреи делают, когда они болеют? Они обращаются ко Всевышнему, он говорит, про этого профессора я вам говорил, об этом профессоре вы как раз забыли к нему обратиться по-настоящему, потому что именно спасение идет от этого профессора, от этого Всевышнего. И поэтому в этом уроке есть очень большая нравственная вещь, которую мы должны понимать, что мы должны верить, что все в результате приходит от Всевышнего, и как бы мы не были хорошо нам, как бы мы не были богаты, или как бы мы не были счастливы, если мы забываем то, от кого это все идет, не дай Бог, это все может перевернуться в трагедию, и дай Бог, что Всевышний послал нам радостной пуре, мы выполнили четыре заповеди, как вы знаете, это два раза слушать Магилат Эстер вечером и утром, это дать подарки бедным, это сделать Мишла Ахманод, также передать съестные наборы, и это устроить трапезу, что Адделуида, как мы говорим. Всем веселого праздника Пури!